Александр Дюма остается одним из наиболее читаемых писателей мира. За свою жизнь он сочинил немало романов, ставших классическими. Познакомиться с творчеством Александра Дюма помогут 10 лучших его произведений. Оскане. Этот роман рассказывает о выдуманном эпизоде из жизни скульптора Бенвенута Челлини. Интриги в романе очевидны, но повествование не дает скучать, так как динамичность ему придает живость персонажей. История происходит в 1540 году. Начинается она с того, что ученик Челлини, Оскане, встречает прекрасную девушку Коломбу. Выясняется, что она дочь важного чиновника в Париже, Деэстервилля. Скульптор решает помочь ученику в его любовных делах. Узнав, что Деэстервилль незаконно занимает поместье Нель, Челлини начинает действовать. Скульптор просит у короля разрешения жить там вместе с учениками. Оскане ознакомится с Коломбой. Вспыхивает любовь, но их счастью мешает отец Коломбы. И королевская фаворитка Де Этамп. Три мушкетера. Книга переносит в интригующее, захватывающее время. В ней отражена легкая мораль и лихая галантность. Роман рассказывает о молодом Гасконце, прибывшем в Париж, чтобы построить карьеру. Но поступив в полк мушкетеров, Д'Артаньян умудряется оскорбить поочередно трех его ветеранов. Атоса, Партоса и Арамиса. Назначенная дуэль не состоялась, но стычка с гвардейцами кардинала сделала мушкетеров друзьями Гасконца. В их компании Д'Артаньян выполняет тайное поручение королевы. Заслуживает уважения кардинала Решилье, становится мушкетером и совершает немало подвигов, как в бою, так и в любви. У истории о мушкетерах есть два продолжения. 20 лет спустя в этой книге рассказывается о ригенстве королевы Анны. Страна стоит на пороге восстания, но Д'Артаньян и его верные друзья спасают положение. И книга Викон де Брожелон. Атос и Д'Артаньян встречаются в Англии. Они объединяют усилия, чтобы помочь наследнику британской короны взойти на трон. Граф Монте-Кристо. Несмотря на обилие сюжетных нитей, локации и персонажей, роман остается читаемым. Главного героя книги зовут Эдмон Дантес. Он моряк и живет в Марселе. Во время одного из плаваний его корабль Фараон посещает остров Эльбу, где Эдмону передают письмо от Наполеона. По доносу Фернана и Денглара героя арестовывают. Эдмона отправляют в замок в бессрочное заключение. Пройдет немало лет, прежде чем он сможет выбраться. Королева Марго. Эта книга Дюма стала первой из трех, в которых речь идет о гугенотских войнах, сотрясавших Францию в XVI веке. Роман рассказывает о французской королевской династии, а потому наполнен политическими и любовными интригами. Ради установления мира католичка Маргарита де Валуа выходит замуж за лидера протестантов Генриха Наваррского. У невесты роман с герцогом Дегизом, а ее супруг встречается с мадам де Соф. Политический союз помогает. Некоторое время гугеноты и католики живут мирно, но после покушения на адмирала де Калини все идет прахом. Графиня де Монсаро. Это одна из наиболее совершенных книг Дюма. В ней межрелигиозная распри отходит на второй план, уступая место прекрасной любовной истории. События происходят во времена правления Генриха III, вынужденного оборонять свой трон от родного брата Франсуа и герцога Дегиза. Главная героиня романа – Диана де Меридридор. Женщина вынуждена стать женой мерзавца де Монсаро. Центральный мужской персонаж – мужественный граф де Бюсси. Он готов ценой своей жизни защитить право Дианы на любовь. Продолжение истории. Роман 45. В произведении рассказывается о непростом периоде – войне трех Генрихов. На фоне распри, поставившей под вопрос существования Франции, Диана де Меридридор пытается отомстить Генриху Анжуйскому, который предал графа. В романе рассказывается о последней трети XVIII века. Александр Дюма, поставив в самом начале книги дату 6 мая 1770 года, заставляет понимающего читателя предвкушать приключения. Эта дата пробуждает классический потенциал историка приключенческой литературы и определяет отправную точку обратного отсчета времени, оставшегося до Великой Французской революции. Книга базируется на событиях, которые реально происходили во времена правления Людовика XV. Героем романа стал загадочный граф Калиостро, именующийся также Жозефом Бальзамом. Он – знающий врач и магистр созданной им же масонской ложи. Мастерский плетет интриги, жертвами которых становятся влиятельные личности, живущие в нескольких европейских государствах. Параллельно Дюма рассказывает о жизни старого барона Таверны, его юной дочери Андрея и сыне Филиппе. «Две дианы» – это отличный роман, легко вписывающийся в характерный для Дюма канон повествования. События, описанные в романе, происходят в период между 1551 и 1561 годами. Сюжет развивается с участием двух дам. Старшая – это фаворитка французского короля Диана де Пуатье, а младшая – их общая дочь. В последнюю Диану де Костро влюбляется граф Габриэль Монтгомери. Романтическая история молодых людей соседствует с описанием попыток графа разобраться в загадке исчезновения его отца, Жака Монтгомери. Все это происходит на фоне реальных исторических событий. Продолжает историю книга «Паш Герцога Савойского». В этом романе автор интерпретирует историю борьбы Екатерины Медичи с герцогом Гизом. Центральный персонаж книги – герцог Савойский Эммануил Филиберт. Черный тюльпан. Роман посвящен событиям, произошедшим в Голландии в год бедствий. Черный тюльпан отличается напряженностью повествования и трагичностью с выраженным готическим оттенком, что смягчается любовной историей. В 1672 году приверженцы Вильгельма Аранского убивают великого пенсионария Йохана Девитта. Читатель знакомится также с Корнелиусом ван Берле, крестным сыном Девитта. Будучи весьма богатым, герой выбирает самое разорительное хобби своего времени – выращивает тюльпаны. Корнелиус побеждает в конкурсе, объявленном в городе Гарлиме. Он первый выращивает черный тюльпан и получает огромный приз. Успеху завидует сосед Бокстель. Он пишет донос, в котором сообщает, что видел, как конкурент получает какие-то бумаги от убитого Девитта. Корнелиуса арестовывают и заключают в тюрьму. Здесь герой находит девушку своей мечты. Ею оказывается Роза, дочь тюремщика. Позволит ли судьба молодым людям насладиться счастьем на воле? Предсказание Это наиболее недооцененный роман писателя и один из лучших в его творческом багаже. Книга повествует о периоде правления французского короля Франсуа II, которая продлилась всего один год. Царство не прервала смерть монарха, которому едва исполнилось 16 лет. Принц Канде, маршал де Сент-Андре и герцог Дегис по предсказанию гадалки должны умереть насильственной смертью. Принц влюблен в Шарлотту де Сент-Андре. Случайно получив ее записку, он выясняет, что девушка предпочитает другого. Чтобы выяснить правду, Канде прячется в комнате Шарлотты под кроватью. Александр Дюмаев в предисловии к роману написал, что описанные в нем события удивительны, а выведенные на сцену люди необыкновенны. События, описанные в книге, случились в Неаполе в 1799 году. Главная героиня романа – итальянская аристократка Луиза Малине. Ее будущий супруг – кавалер Сан-Филиче. Она любит его, как брата. Терзаясь мыслью, что в браке она окончательно утратит шанс на счастье, Луиза сталкивается с Сальвата – раненым молодым французским офицером. Девушка выхаживает военного и влюбляется в него. Позднее власть в Неаполе захватывают республиканцы, но удержать не могут. И потому скоро в городе восстанавливается королевская власть. Когда Неаполь снова оказывается в руках монархистов, Луизу обвиняют в заговоре. Александр Дюма успел написать примерно 100 тысяч страниц текста, которые составили около 250 произведений. Не все из них остаются популярными в наши дни. Лучшие из них представлены в подборке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...